В Бежицком районе автомашина Нива съехала в кювет, где врезалась в дерево. Пострадал сам водитель Нивы, мужчина 78-го года рождения, и пассажир, мужчина 64-го года рождения. Пострадавших доставили в больницу. А в Калининском районе на автодороге Тверь-Рождественно столкнулись две иномарки. В так называемом заднем варианте пострадал 22-летний водитель виновной машины. Пострадавший с переломом бедра доставлен в больницу. 20 июля на пресс-конференции начальник управления ГИБДД УВД России по Тверской области Дмитрий Арзанов рассказал о вступившем в силу 11 июля новом порядке надзора за соблюдением требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Новый приказ отменяет предыдущий административный регламент. Один из пунктов приказа наделяет инспектор ДПС новыми полномочиями по остановке транспортного средства. Основанием для остановки может явиться просто проверка документов, то есть без каких-то дополнительных оснований. То есть если раньше у нас было это должно проводиться какие-то или специальные мероприятия, или транспортное средство, или инспектор выявил визуально нарушение правил дорожного движения, то теперь достаточно оснований для остановки, это проверка документов. Если участник дорожного движения захочет ознакомиться с информацией на ограниченном распространении, те, которые, допустим, проведение каких-то целенаправленных профилактических мероприятий, то это теперь возможно только в подразделениях органов внутренних дел или подразделениях госортоинспекции. На дороге эти документы сотрудник теперь предъявлять не будет. В нормативном акте прописан запрет для инспектора ДПС брать из рук участника дорожного движения средства мобильной связи. А еще каждый водитель должен выполнять другое требование сотрудника ГИБДД. Инспектор теперь вправе требовать от водителя прекратить движение транспортного средства до устранения технических неисправностей, таких как тормозная система, рулевое управление, отсутствие неисправности света фар в темное время суток или неисправность стеклоочистителя при условии выпадения осадков. То есть инспектор вправе теперь потребовать именно прекратить движение до устранения этих причин. Он праве требовать выйти из транспортного средства при отстранении от управления этим транспортным средством. При невыполнении этого требования наступает ответственность, как по статье 19.3 КУАП, невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел. Законодательно закреплено, что сотрудник ГИБДД, ведущий на дороге скрытое наблюдение, не вправе составлять на выявленное нарушение административный протокол. Для этого на место вызывается дежурный экипаж ДПС. Дмитрий Арзанов подчеркнул, что изменений в новом порядке надзора довольно много. Некоторые нововведения начнут действовать со следующего, 2024 года. А пока в сезон отпусков еще раз обратился к автомобилистам. Мы порекомендуем водителю остановиться, отдохнуть, если он находится в утомленном состоянии, для того, чтобы избежать этого дорожно-транспортного происшествия. Потому что те секунды, когда ты засыпаешь и теряешь контроль, они могут и, как правило, стоят либо жизни, либо каких-то тяжких последствий для водителя, либо пассажира, либо иного участника движения, того же водителя, встречи на автомобиле или пешехода.